Цифры 112 на всю жизнь врезались в память Сергея Пушкина в новогоднюю ночь. 11-летнему сыну резко стало плохо. В итоге отек и потеря сознания. Добежав до телефона, мужчина растерялся. А какой номер, собственно, набирать? Не знали, то ли 03 набирать, то ли 103. Помогла дочь. Она как бы сказала, что можно вызвать по номеру 112. Мы вызвали. И как бы все было у нас в конечном итоге хорошо. Понял, что не один такой. И действительно многие теряются. И не знают, как правильно вызвать телефон экстренной службы. При звонке на 112 все вызовы поступают в единые диспетчерские центры. Всего таких в Алтайском крае 67. У операторов есть чуть больше минуты, чтобы обработать информацию и направить ее в скорую, полицию или МЧС. Оператор 18, слушаю вас. Адрес говорите. Дозвониться до оператора можно, даже если на счету нет денег, вне зоны доступа и даже без сим-карты. Ежедневно сотрудники обрабатывают 2500 звонков. Вот 17 числа, когда у нас был этот снежный коллапс, опять так же назовем, количество звонков увеличилось вдвое. То есть было получено порядка 4000, ну, 4100 звонков было. В основном звонки у нас, которые я говорил, допустим, скорая помощь, у нас тоже относятся, потому что люди оказались в эстерной ситуации. Полиция, ЕДДС, это службы ЖКХ, которые задействованы очистке. На время действия непогоды в Алтайском главке МЧС будет работать дополнительный телефон горячей линии 20-26-21. По данному номеру можно уточнить обстановку на дорогах края, узнать о закрытых трассах, сообщить о заторах. Также напоминаем телефон пожарных и спасателей 101 и единый номер всех экстренных служб 112. Во время снежной стихии больницы, ФАПы, поликлиники Алтайского края будут работать в штатном режиме. Лекарства доставили во все отдаленные населенные пункты. Оснащены вертолеты санавиации, реанимобили. Сложнее всего приходится сотрудникам скорой помощи. Еще раз повторюсь, невзирая на погодные условия, в круглосуточном режиме они несут с честью свою службу. Где-то им приходится по несколько километров идти пешком для того, чтобы оказать помощь нашим пациентам. Привлекаются волонтеры, которые предоставляют снегоходы для доставки тяжелых пациентов. Если вы оказались в снежном плену, стали свидетелем аварии, происшествия или несчастного случая, звоните 112 или 202621. Помощь не заставит себя ждать. Вадим Хлюсарев, Анастасия Борисова, Денис Кузьменко. Новости. Новости.